Всего лишь небольшой баллончик с краской, немного фантазии и все. Мощное оружие против серости готово, а унылые стены умело превращаются в креативное граффити. А если посмотреть на это с другой стороны, то это всплеск эмоций, вызов обществу, нестандартный релакс. И в этом весь наш новый герой, талантливый райтер Игорь Худинов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я понял, что в моем городе есть какой-то способ самореализации, способ самовыражения, с помощью которого я смогу помочь городу. По своими действиями я могу показать молодежи хоть небольшой, например, что здесь можно чем-то заниматься. Стал я рисовать очень глупо, спонтанно, но просто дома оказался лишний баллончик краски и видео в интернете работы других художников, но решил попробовать тоже сделать так же. Я стал рисовать, при этом совершенно не думая о том, что это станет заграждением чего-то большего. Конечно, были идеи и были мысли о том, что все это бессмысленно. Не я уезжал со своего родного города, но уезжал на заработки, на стройки. В то же время был один случай, который мне помог понять, что все-таки в этом что-то есть. Некий анонимный пользователь в социальной сети ВКонтакте сделал паблик послушанно в Суходольске. В нем был пост о том, чем я раньше занимался. Ну, я понял, что все-таки это какой-то знак и решил к этому знаку прислушаться. Сейчас у меня ошибся. Меня это очень сильно подбодрило. И, вернувшись обратно в свой город, я стал делать более масштабные, более обдуманные работы. Именно так появилась Валерея Музыкантова в нашем городе. Подготовка заняла очень длительное время, очень сложное. И результат нас неожиданно и очень сильно порадовал. Такого не ожидал никто. Так уж случилось, что с Игорем мы знакомы с пяти или шести лет. Из самого того уже отраста он постоянно был чем-то увлечен. Но, как правило, каждую неделю это увлечение менялось. Потому что благодаря вот этому стремлению находить что-то новое, что-то интересное для себя, сейчас он занимается тем делом, которое любит и которое дает ему возможность для самовыражения как к человеку. В своих первых работах я подписывался мелким шрифтом, как кудесник. Кстати, кудесник имя, это появилось тоже абсолютно случайно. Мой одногруппник, когда мы учили Пушкина, стих начинался «Скажи мне кудесник, любимец богов». И одногруппник себе как-то тоже на меня подвинул, заказал «О, кудесник». А так как это было очень схоже по моей фамилии, так оно сильно мне въелось и запомнилось. Обычно я подписывался очень маленьким шрифтом кудесник. В этот раз хотелось показать, что он не какой-то там кудесник, а именно с большой буквы. Почему именно ты начал рисовать на улице? Именно потому, что улица всегда говорит правду. Независимо от того, кто ты, откуда, будешь на искусстве, живет карака немало. В среднем год-два. И крайне важно, чтобы за этот маленький срок ты мог вычинуть для себя самое главное. Узнать оценку жителей на твоих работах. После того, как мы сделали стену музыкантов, меня заметила Адрина Михайловна. Это директор нашего суходорского декабря Рыкашова. И предложила всяческую свою помощь. Мы нашли ярка и вышли с предложением, чтобы сделать эти же портреты на спортивном зале, который мы делаем сейчас с ремонтом. С прихода местных, как только потеплело, мы начали подготавливать фасад спортзала. Появились ребята и намышленники. Из-за кратчайшей сурок мы его весь перекрасили, подготовили. После этого мы начали делать новые заготовки, новые трафареты. Потом начались военные действия. И несмотря на звуки авиации, которые у нас лупили по улице, абсолютно неважно, мы все равно к этому шикаре готовимся. Когда Эхо Войны стала к нам доноситься не с экранов телевизора, а с наших окон, с наших улиц, я стал также своеобразным заложником ситуации, оставив себя без денег и без каких-либо средств на существование в дальнейшем. Мне пришлось отсюда выехать, уехав я в Москву на заработки. Когда Игорь был в Москве, он устроился там на работу, на стройку. И очень сильно тут переживал, постоянно звонил, что тут и как тут. Его просто это сводило все с ума. Как только я закончил работу в Москве, я собрал все чемоданы, зубы и приехал обратно в город для того, чтобы все-таки продолжать свою деятельность. Я правда готов на все, чтобы мои планы по городу осуществились. Несмотря на что, ни на какие обстоятельства, ни на рамки, ни на мнения. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok